Напомню, в глобальном офшорном скандале оказались замешаны более сотни политиков, бизнесменов и знаменитостей по всему миру, включая звезду футбола Леонеля Месси и актера Джеки Чана. 11,5 миллионов документов, которые стали достоянием общественности, указывают на то, что сильные мира сего были готовы нарушать закон только для того, чтобы не платить налоги в бюджеты собственных стран. О масштабных расследованиях уже объявили правительства Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Австралии, Украины. Проверить появившиеся в прессе данные о россиянах пообещала и Генеральная прокуратура России. А президент США Барак Обама призвал сегодня к реформе американского налогового законодательства. За цепной реакцией в мире на скандал с панамскими офшорами следит мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам в эфире. Евгений, приветствую и вам слово. Да, Лиза, совершенно верно. Реакция цепная, лучше не скажешь. Американский президент буквально пару часов назад, выступая перед журналистами в Белом доме, коснулся этой темы, заявив о необходимости реформы налогообложения компаний в США. Он заявил, что необходимы такие налоги, которые не заставляли бы выводить капиталы за пределы страны. Ответил на вопрос о том, не опасаются ли в Соединенных Штатах, что благодаря офшорам страны, на которые были наложены американские санкции, их избегают. По его мнению, нет. Он привел в пример Иран и то, как на его экономике сказывали санкции. Министерство юстиции США тем менее намерено сфокусировать свою работу на выявлении нарушений со стороны американских компаний, если они есть в офшорном секторе. Это также дали понять в Белом доме. Сообщение из Панамы. Очередное напоминание нам о том, что уклонение от налогов – это огромная мировая проблема. Это происходит не только в других странах. У нас в Америке тоже есть люди, которые пользуются этим. В большинстве своем это все легально. Но в этом и проблема. Дело не в том, что они нарушают законы, а в том, что законы настолько слабо разработаны, что позволяют частным лицам, у которых много юристов и счетов, избегать выполнения обязательств, которые выполняют другие граждане. Американский президент, как вы слышали, Лиза, напомнил, что офшорные компании сами по себе явление вполне законное. Регистрируя офшорные счета, скажем, в таких странах, как Панама, компании получают налоговые льготы. Бизнес легальный, на что не менее важно, порой сложно или невозможно установить, кому принадлежит офшорный счет, что используется многими для укрывания своих капиталов. Именно на это пролили свет публикации панамских документов. Проверкой указанных в них данных займутся правоохранительные органы Франции, Германии, как сегодня стало известно и России. Украина тоже в этом смысле в стороне не осталась. Государственная фискальная служба Украины проверит информацию об офшорной компании президента страны Петра Порошенко, которая содержалась также в панамских документах. Я уже отдал приказ управлению индивидуальных налогоплательщиков проверить информацию, которая появилась в прессе. Все данные, которые мы сможем найти, мы будем проверять. И мы сделаем это как можно скорее, о результатах сообщим общественности. Объясняться пришлось сегодня и британскому премьер-министру Кэмерону. Отвечая на прямой вопрос журналиста, он заявил, что не владеет акциями в офшорной компании одним из учредителей, которой был его отец, Иэн Кэмерон. О том, что его отец был учредителем офшорной компании, стало также известно из международного журналистского расследования. У меня нет акции, у меня есть зарплата премьер-министра, у меня есть сбережения и проценты с них. У меня есть дом, в котором мы сейчас, впрочем, не живем, пока я работаю на Даунинг-стрит. И это все. У меня нет никаких офшорных компаний или фондов, я хотел бы это прояснить. В панамских документах обнаружились также данные об офшорах бывшего лидера партии французских националистов Жан-Мари Липен и его супруги. Об этом сообщает французская газета «Лимон». Вообще, благодаря панамскому досье стало известно о 140 политиках разного ранга, имеющих офшорные счета. И в мировой прессе появляется новая информация из этого досье каждый день. Так что, Лиза, мы можем узнать еще много любопытных деталей. Спасибо, мой коллега Евгений Маслов о реакции Запада на скандал с офшорами.